Ну вот всё наше хозяйство. Корова Милка, кормилица, дырка, яшка. Марта в коровнике новичок. Выходит на улицу с неохотой. Молодая корова ещё не привыкла к рукам нового хозяина. Семимесячную тёлочку семье Колеватовых подарили местные власти, чтобы продолжить недавно зародившуюся традицию в Артёмовском округе. Марта родилась от коровы, которую несколько лет назад артёмовские власти подарили другой многодетной семье. Тёлочка пока остаётся в Артёмовском городском округе. И я думаю, что она будет дальше, эта цепь, пока не пройдёт наши все сёла. И затем уже, может, кто-то и будет соревноваться с нами. В селе Ясное проживает 600 человек. Практически все жители держат домашнее хозяйство. Без этого прокормить семью было бы трудно, рассказывает Сергей Колеватов. А такой подарок к Новому году и вовсе не ожидал получить. Но сейчас у главы семейства новая задача. Проблема сена косить негде. А так можно и 10, и 20. Только вот сено главное заготовить. На этом история с передачей коровы из одной многодетной семьи в другую не закончилась. Семью Колеватовых пригласили в администрацию за паспортом на марту. Мы ещё не ожидали. Приятно. Колеватовы не единственные, которых отметили в этот день. В торжественной обстановке с семьям, где родился второй, а то и третий ребёнок, вручили сертификаты на материнский капитал. Это здорово, что государство, несмотря на серьёзнейшие финансовые трудности, старается находить возможность поддержать наших матерей. Сегодня депутаты Госдумы работают над бюджетом 2016 года. Уже известно, что ни один вид поддержки демографического благополучия не исчез из списка. Инна Гончарова, Александр Каноненко, Панорама.